На днях Сенат Соединенных Штатов Америки одноголосно визнав Путіна військовым злочинцем. Какие юридичные последствия это несет за собой? Військовым злочинцем, официально вызванным Конгрессом высшим органом Соединенных Штатов, прекращается фактически вся интеракция, официальная интеракция. С ним будут разговаривать, как, например, с Лукашенко или с лидером Ирана, чтобы вы понимали. То есть официальных каких-то каналов, официальных встреч уже с ним или официальных каких-то нот или соглашений уже подписывать априори нельзя. Естественно, каналы коммуникации у всех останутся, и они есть, но это уже перебрасывает это все абсолютно на другой уровень отношений и разговоров. То есть мы с этим человеком уже не разговариваем, это сигнал всем остальным. Вы понимаете, за последние две недели происходили такие аномальные, но очень интересные события, когда Запад официально, через официальные источники посылал сигналы российским военным и не только немоенным элитам избавиться от Путина и готовность все забыть. Вот был такой случай, например, когда в прессе слили якобы, например, Соединенные Штаты Америки или британцы посылают сигнал Шойгу, что Шойгу собирается провернуть военный переворот, сместить Путина от власти и из власти и взять руки управления страной. То есть это вот такие неадресованные напрямую к Шойгу. Понятно, что если переворот планируется, то об этом никто не знает и никто не будет в том числе говорить. Но это как бы такой непрямой сигнал другим людям в форме, чтобы они задумались о будущем, своей страны, взаимоотношения с ними. И любое взаимоотношение любого следующего лидера избранного или неизбранного России будет проходить на условиях взаимоотношения с Украиной. То есть Украина взяла на себя фактически сегодня вот этот весь удар и в будущем условия и обстоятельства возвращения в цивилизованную экономику взаимоотношения, политические взаимоотношения России будет зависеть от позиции Украины. Полное выведение войск, рекупация Украины, репарация и возмещение ущерба. И все остальное будет исходить с этого.